Полезный город 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 В частности, полов. Ну, я знаю, что и офисные помещения тоже можно отделывать и пробкой, можно отделывать и любыми другими покрытиями, в том числе и виниловыми. Правильно? Да, правильно. На данный момент вообще рынок диктует свою моду. Постепенно стали заменять керамическую плитку на виниловые покрытия. То есть их еще называют кварцвиниловые покрытия, ПВХ-покрытия. Стало модно, популярно, потому что это, во-первых, быстро, это надежно, это качественно. Это вот те самые наливные полы, о которых так много говорят? Нет, виниловые полы. Но расскажите, что такое виниловый пол? Я совершенно ничего про него не знаю. То есть виниловые покрытия, чтобы быстро так узнать о них, это основа идет ПВХ-покрытие, и нижний слой идет кварцевый песок с композитом, за счет чего достигается высокий класс износа устойчивости, подходит для коммерческих помещений с высокой проходимостью. Очень много используется сейчас уже у нас в городе в таких помещениях, как в торговых центрах, торговое помещение, рестораны стали его использовать, кафе различное. Это такой очень современный вид. Они приобретают, хотя я знаю, что в виниловые покрытия, вот то, что я точно знаю, можно добавлять различные красители, добиваясь разных эстетических эффектов. Немножечко вы путаете. Поправьте меня. Это такое же понимание и у наших слушателей. Виниловое покрытие? Нет. Это покрытие, которое финишно стелится на стяжку. То есть он стелится как ламинат. То есть его простота, его может постелить даже любой человек без определенного опыта и инструмента. Как это выглядит внешне? Вид идет, в основном, это классика, это под дерево. То есть есть дизайнерский ход в этих покрытиях, но в основном это классические дерева. Кроме офисов, вот виниловые покрытия, где еще употребляются? В домах можно? В квартирах можно? Сейчас идет бум на это. Идет хорошая альтернатива. Как раз даже место керамической плитки стали использовать в ванных комнатах, потому что его основное преимущество это 100% влагостойкость. Воды он абсолютно не боится. Когда мы говорим про винил, про ПВХ, сразу возникает вопрос экологического фактора. Насколько это экологично и безопасно? Это 100% экологично и безопасно, так как виниловые покрытия, они идут изготовления из первичных материалов. То есть если сравнивать с ламинатом, то более экологично, так как там не используется ферментегидов. Вот это тоже открытие. Надо будет, пожалуй, покопать и приехать посмотреть к вам, что же это такое уникальная история. Вот в нашей студии можно виниловое покрытие применить? У нас плитка здесь. Можно? Да, это будет идеально, так как вам не потребуется демонтаж плитки. То есть будет экономия денежных средств. Также эстетический вид приобретет. Я думаю, в разы лучше будет выглядеть. Стоит задуматься. Вы сказали, что бумно-виниловые покрытия, кроме того, что это высокая износа стойкости и эстетический вид, ценовая политика очень большой имеет значение. Сколько они стоят? Цена, можно сказать, хорошего ламината. Сначала стоимость идет от 700 рублей за квадратный метр. А срок службы, если мы сравниваем с ламинатом? Пожизненный, от 25 лет. Тогда переходим к другим покрытиям. Это пробка, это ламинат. И я не знаю, есть ли у вас доска, может быть, там паркетная. Есть паркетная доска, но в основном как раз являемся представителями швейцарского завода ЛИКА. Давайте про пробку. Давайте про пробку, да. Вот уж здесь в смысле экологичности вопросов не возникает, потому что когда пробка только заходила на рынок нашего города, я знаю очень большое количество своих знакомых, которые детские комнаты пробкой вот предпочитали укладывать. Почему пробка так популярна до сих пор и приобретает все больше и больше популярности? Тут можно все объяснить легко, потому что на сегодняшний момент у нас все везде идет одним пластиком. А человек все равно будет стремиться по своей структуре, все равно будет стремиться к природе. Пробка – это в первую очередь дерево. То есть это натуральное дерево. То есть и сама система идет, пробка экологично, можно сказать, в двух аспектах. То есть, во-первых, дерево не гибнет. То есть, когда снимает кору пробку, а дерево, создается польза дереву. Это первый аспект. Во-вторых, не бывает в этом производстве отходов. Здесь идет постоянная переработка пробки. То есть на всех этапах абсолютно экологично. Качество пробки, что она дает людям, которые живут в квартире, где пробковые полы? К чему прежде всего стремятся люди? Звукоизоляция, шумоизоляция, мягкость, я не знаю, теплота, температурный режим. За что полюбилась пробка? В первую очередь, это ее теплота. То есть, кто в своей квартире, в жилом доме использовал пробку, другого уже не хотят. По ней комфортно ходить босиком. Очень идеально подходит для детских комнат, так как дети могут играть на таком напольном покрытии без дополнительных ковров и так далее. Покрытие идет полностью гипоаллергенное. Тоже немаловажный фактор идет для тех, кто страдает болезнями от аллергии и так далее. Пробка не статична в сравнении с ламинатом, она не притягивает к себе пыль. По пробке достаточно комфортно ходить, так как пробка сама по себе упруга. И получается такой амортизирующий эффект. Что касается цен на пробковое покрытие, давайте тоже сравнивать с другими видами покрытия. Пробковое покрытие, если сравнивать с ламинатом, то пробку можно сказать, вы приобретаете инвестиции. Пробка, ее еще называют пробковый паркет. У пробки возможно обновление лака. То есть она может вам служить в принципе пожизненно. При правильном содержании, уходе, использовании? Да, правильно. При правильном содержании, уходе проблем там никаких не возникает. Он даже менее будет... При правильном подходе пробка будет долговечна. То есть особых каких-то навыков ее уборки не надо. Это обычная влажная уборка. А укладывать пробку тяжело? У пробки есть два вида. Есть клевые покрытия, это более профессиональное покрытие. Есть на механическом замке. Это укладка будет принципа ламината. Каких-то также навыков и дополнительных инструментов в принципе приобретать не надо. Я специально уделила большее внимание вот этим двум видам покрытия, потому что они по сравнению с ламинатом и по сравнению с паркетом более новые. И когда люди приходят выбирать их, они, конечно, сразу думают, а кто будет укладывать? Вы уже начали об этом говорить. Предоставляете ли вы услуги укладки? Да, у нас есть специалисты, которые занимаются профессиональной укладкой напольных покрытий. Они ежегодно проходят обучение от завода-производителя, чтобы мы могли быть уверены в них и предоставлять гарантию на монтаж напольных покрытий. Но еще немаловажно, это тот самый ассортимент. Что есть в наличии на складе? И если нет на складе, как долго приходится ждать поставки? В наличии на складе мы держим это основные позиции, которые требуются спросом, так как за время своей работы мы уже наработали базу. Хиты-продаж. Да, хиты-продаж мы уже наработали, мы их держим в наличии на складе. Если же ввести под заказ, то выработали также систему, достаточно быструю, и доставка занимает от двух до пяти дней. Как все меняется в этом мире? Раньше месяцами ждал, пока тебе привезут нужную плитку, нужную пробку, а сейчас неделя, и ты уже практически с товаром, да еще и уложенным на пол. Последний вопрос, который касается сервиса все-таки. Насколько грамотно могут дать консультации ваши специалисты, и насколько терпеливы они, потому что муки выбора, когда ты делаешь ремонт, это одно из основных препятствий движению вперед, чтобы уложиться в сроки. Одно из основных направлений нашей компании мы вообще уделяем очень много менеджеров по продажам. У нас постоянно проходит обучение, то есть в год мы выезжаем по разу, по три-четыре, то есть это представители непосредственно сертифицированным, кто занимается продажей напольных покрытий. Также есть у нас выезды на заводы, чтобы они нам дали достоверную информацию о том или другом покрытии. Да, если вы официальные представители, вам приходится постоянно показывать свой профессионализм и поддерживать этот уровень. Да, давайте передадим слово Дмитрию Зыкину, компанию «Воротов». Дмитрий, я вот перечислила некоторые продукты, рольставни, шлагбаумы, заборы, что-то еще? Основной продукцией нашей компании является все-таки установка ворот секционных для гаража, система контроля доступа, также у нас в продаже есть откатные ворота для наружного периметра, то есть для заборов. Данный вид продукции является у нас основным приоритетом, так как по нему у нас собственное производство, сварочный цех свой довольно-таки большой. В этом году открыли цех порошковой покраски, именно для того, чтобы изделия до конечного потребителя доходили с более качественными покрытиями. Ежегодные покраски, как ворота, так и заборов уже не требуются, касаемые изделия из металла. Ворота секционная у нас представлена в нашей компании самый большой ассортимент в городе, то есть у нас 6 поставщиков данной продукции, что не может позволить себе практически ни одна компания в городе. Есть такие эксклюзивные варианты, как ворота ретерна производства Литва. Что в них эксклюзивного? Эксклюзивом в основном является, то есть это довольно большой ассортимент окон, идет цветовая гамма довольно большая. Плюс компания работает над индивидуальным дизайном, то есть возможны различные принты, те же адреса загородных домов печатаются на воротах. То есть вещи такие, довольно дизайнерский подход. Большое помещение у вас в торговом центре Планета, когда представляешь себе ворота, я не знаю, там у вас есть выставочный зал какой-то, или где можно пощупать, потрогать все эти ворота. Все-таки не маленькая дверь. Офис у нас не сильно большой, но в принципе в офисе представлены ворота в разрезе, то есть полноценные ворота в офисе, по сути дела, бесполезны. Все равно для клиента проще понять, как они выглядят изнутри, что это, то есть именно сами продажи и выбор, они более вероятны, когда человек руками выбирает. Что значит ворота в разрезе? Что это не просто лист железа, который катается вот на этих шариков-почетниках, или на чем они там катаются, когда они откатные? Нет. Как современные ворота выглядят? Что включается? Ворота секционные, это по сути дела довольно большое высокотехнологичное производство. Допустим, вот линия по производству тех же сэндвич-панелей, из которых сделаны ворота, она сама по себе по длине более 300 метров занимает. Сам по себе цех со всей распиловкой, укладкой. Там были что в Минске, что в Германии, в Мюнхене, в Литве были. Там цеха в среднем от 800 метров по длине и более. У нас изделия, как правило, уже приходят под конечным потребителем готовыми размерами, готовыми комплектами для установки. Как происходит процесс консультации, выбора ворот и покупки? Потому что я уже понимаю, что есть офис продаж, магазин в планете, есть консультанты, есть производство, куда отсылается заказ, который потом должен приехать. Вот я пришла к вам за воротами. Что происходит дальше? Как правило, технически сложная продукция, она все-таки больше происходит продажи через именно сети, интернет. То есть человек набирает как можно больше технической информации, смотрит, что ему подойдет, как ему подойдет. Грамотные стали покупатели, да? Да, покупатели стали грамотные. Но как бы часто задаваемый и ошибочный вопрос в том, что есть ли какие-то стандартные размеры для секционных ворот. Мне кажется, что он логичный. А вы говорите ошибочный. Почему? Он нелогичный. По сути дела, стандартные размеры для ворот, это та ценовая ниша, когда человек только решил начать заниматься воротами, у него еще не наработано ни отношения с поставщиками, ничего. То есть он может купить стандартный комплект ворот для последующей перепродажи по более выгодной цене. Мне на сегодня как бы с нашими отношениями с поставщиками выгоднее заказать воротовый размер. Люди пытаются сделать, допустим, тот же прием гаража. Зачастую все это происходит в ущерб эстетике. То есть кирпичная окладка с подколами получается. Еще какие-то там... Люди, в общем, начинают чудить. Чтобы вставить уже готовые ворота под свое помещение. Вместо того, чтобы ворота заказать под готовое помещение, да? Всегда, как бы, когда там клиент приходит на стадии строительства, я людям объясняю так, что лучше сделайте все хорошо и эстетично, ворота вам обойдутся в абсолютно те же деньги, что и стандартные размеры. Вот это миф, да, который надо было развеять, и мы это сделали сейчас. Ну, на самом деле, многие компании продают именно стандартные комплекты. Но не компания воротов, которые находятся в планете. Для нас это не панацея, мы за конечную эстетику строения. Это дорогостоящая история, хорошие ворота? Нет, абсолютно. То есть ворота, производимые за пределами России, там, да, там как бы и сроки, 6-8 недель, и ценники у них довольно великие. Но уже есть довольно много производителей, которые, по сути дела, по качеству уже переплюнули. Наши российские производители? Которые уже научились все это делать и делают. То, что есть на Западе. То есть у нас порядка 4-х поставщиков ворот именно российских наших по качеству абсолютно ничем не выступают. Когда к вам приходят за воротами, дополнительно покупают, наверное, еще заборы, шлагбаумы, если уж мы говорим о комплексе. Ну, шлагбаумы, это, как правило, больше городская тема. Это придымовые территории, это те же ТСЖ, которые пытаются оградиться от соседей. И как-то именно извечная борьба за стоянку во дворе. Дмитрий Владимирович, все еще заказывают или все больше уже заказан? Это шлагбаумы во дворе. Заказывают, заказывают. Люди все еще делят территории. У нас зачастую жилые комплексы строятся так, что в жилом комплексе бывают истории такие, что 170-200 квартир, а площадка, получается, для парковки занимает порядка 5-6 соток, не более. Да, такая есть история. Вот у нас тут такая история. Ну, не новый комплекс, но центр города, не решена проблема с парковками, и двор сейчас перегорожен шлагбаумами. Вот. И это, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, хоть какое-то спокойствие местных жителей, потому что не превращается весь двор в парковку в милое время. Ну, это больше решение проблемы, как бы, более взрослых домов. То есть, это вот последние хрущевки, сталинки, они больше перегораживаются. Потому что, когда идет рядом новый дом, это сразу беда для тех жителей, которые привыкли здесь жить в эльготном. Коллеги, расскажите, пожалуйста, где конкретно в комплексе «Планета» находятся ваши магазины? И начнем с компании «Воротов». Дмитрий Зыкин, директор компании, у нас сегодня в студии, рассказывал про то, чем они занимаются, какой товар предоставляют. Мы говорили в основном о «Воротах» и говорили о шлагбамах, но еще напоминаю, рульставни и заборы. Это все смежные такие отрасли. Важно очень, что компании, напоминаю, которые у нас сегодня представлены, имеют плотные очень связи и отличные договоры с непосредственно производителями, что дает хорошую цену. Всегда, когда есть такой опыт. Просто на этом нужно сделать акцент. Где вы находитесь? Как вас искать? Торговый комплекс «Планета», он в принципе поделен на линии, то есть красная, белая, синяя, зеленая. Компания «Воротов» находится по красной линии, офис 16К. Офис у нас располагается на втором этаже. Так, компания «Лика плюс» на польное покрытие. «Лика плюс» находится по красной линии. Это с правой стороны будет на въезде. Офис 3К. Торговый центр «Планета», адрес Московская, 102 В, перекресток Московской и Солнечной сразу за торговым центром «Макси». Удобный въезд, парковка, все для отделки и ремонта, для создания дизайна интерьера и придомовой территории. Спасибо нашим гостям. Это была программа «Полезный город». Проведите свой день с пользой в торговом центре «Планета». Полезный город.